Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Друзья, рад вас снова видеть, и сегодня я хочу поделиться с вами очень важной информацией и постараюсь решить очень важную проблему, с которой столкнулись очень многие люди в нынешнее время, и я тоже. Уже почти год, да не почти год, уже ровно год, как у меня пропало обоняние, практически пропало. То есть оно не полностью пропало, но очень сильно испорчено. То есть у меня нарушено восприятие некоторых запахов, вплоть до неузнаваемости. То есть некоторые запахи я просто абсолютно не узнаю. То есть мясо, например, может пахнуть бензином и так далее. То есть это абсолютное нарушение идет обоняния. Я уже снимал видео на эту тему и рассказывал про свой мета-тренировок с помощью аромамасел. И он был работающий. Работающий, но довольно слабо. То есть я и в том видео сказал, что это не какая-то панацея, но тот способ неплохо помогает. Но на самом деле все-таки это больше, знаете, успокоение и какое-то психологическое какое-то, да, больше составляющее того метода, чтобы нужно что-то делать, да, а не просто сидеть без дела. И скорее, наверное, к такому методу тот и относится, как к терапии аромамаслами, да. В этом же видео я хочу с вами поделиться уже реально хорошо работающим способом, который мне помог, который я на себе тестирую уже больше месяца. И помог не только мне, а еще нескольким людям, которые столкнулись с такой же проблемой. То есть препарат, о котором я вам расскажу в этом видео, реально работает. Это препарат, который мне сделал значительное улучшение обоняния уже на четвертый день. Уже через неделю я чувствовал очень многие запахи, то есть я начал замечать какие-то запахи резко, допустим, где-то на улице я иду, я слышу, как пахнет где-то кофе очень далеко. То есть так, как было в те времена, когда не было этих нарушений, обоняния. И с каждым днем становилось все лучше и лучше. До определенного момента прям улучшение было чуть ли не каждый день. Где-то ближе к концу месяца уже было не так ярко видно результаты, но тем не менее результаты продолжаются и по сегодня. Я продолжаю экспериментировать дальше с этим препаратом. И дальше я расскажу, как он называется, и расскажу об особенностях применения этого препарата. Друзья, это реально работающий способ. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, ну а мы продолжаем. Друзья, потеря обоняния или даже нарушение, я уже не говорю, при полной потеря обоняния, это, поверьте, это не так может показаться весело, как многие, кто-то может об этом подумать. То есть это не простое нарушение. Я рассказывал о причинах вообще такого нарушения, которое могло вызвать у человека такие проблемы, как потеря обоняния, я рассказывал в предыдущем видео. Есть несколько теорий, например, нарушение эпителия в носу, также это проблема со стволовыми клетками, проблема с нервной проводимостью, импульсом в мозг. И есть еще одна теория, это нарушение, собственно говоря, в самом мозгу. То есть такие нарушения, которые происходят, например, когда человек получает травму мозга, при падении, например, и ударе головой в какой-то предмет, или же это, например, какой-нибудь инсульт, который приводит к мозговым нарушениям, из-за нарушения кровообращения вызывается определенное отмирание в некоторых частях мозга, и человек из-за этого теряет те или иные функции. Это могут быть совершенно разные функции, потому что мозг контролирует все в нашем теле. И если затронут центр, который отвечает за обоняние, то могут быть проблемы, конечно, в обонянии. Смотрите, я не хочу в этом видео сильно раскрывать какие-то там свои догадки по поводу причин, почему возникает такая проблема. То есть я считаю, что это все-таки из-за нервной системы, из-за мозга, и это какая-то комплексная какая-то проблема. Почему-то об этом так сейчас не говорится прямо, но я думаю, что это так. И тот препарат, о котором я расскажу вам в этом видео, он напрямую связан с работой мозга. Так вот, друзья, потеря обоняния, она может приводить к ряду проблем в вашем организме. Особенно это, конечно, может отразиться на вашем питании, и что, например, в моем кейсе конкретно я потерял где-то 7 кг веса, причем это не 7 кг жира, как многие могут обрадоваться, что как классно можно похудеть с помощью потери обоняния. Друзья, это, конечно, и жировая ткань, но это и мышечная ткань. То есть просто те объемы, которые у меня были раньше, например, я сейчас не могу поддерживать, у меня просто нет такого аппетита. Заставить себя сейчас поесть 3 раза в день для меня это подвиг, потому что все равно есть нарушение обоняния, хотя сейчас стало гораздо лучше, я начал набирать понемногу вес. Это буквально последние пару месяцев. И это может быть очень большой проблемой для всех людей, но особенно для спортсменов, когда ты питаешься, когда ты следишь за своим здоровьем, ты тренируешься, ты питаешься. И, конечно же, хочется получать удовольствие от этой еды. А если нет этого удовольствия, то и тренировки не такие эффективные, как могли бы быть. Поэтому, друзья, эта проблема, конечно, большая, но нужно быть все равно позитивными и пытаться решить эту проблему, а не просто сложа руки, сидя и ждать, когда обоняние само вернется. И смотрите дальше, какой способ реально сработал на мне, и это реально работающий способ, попробуйте его на себе. Итак, какое же решение я придумал? То есть я долгое время думал, экспериментировал, пробовал всевозможные на себе средства. И все-таки я шел по пути, что это связано с мозгом, так как у меня помимо того, что у меня очень нарушилось обоняние после перенесенной болезни, буквально через неделю у меня все это произошло, и до сих пор длится уже почти год. Помимо этого у меня ухудшился слух, были проблемы с обучаемостью, с памятью, так же самое было просто какая-то общая утомляемость, но многие процессы были связаны именно с мозгом. Особенно нарушение слуха явно подсказывало, что и зрение, кстати, еще, явно подсказывало, что все-таки проблема где-то, наверное, все-таки в мозгу, я так думаю, или с нервами, с нейронами, то есть где-то здесь она кроется. Ну и, конечно, в общем состоянии организма это очевидно. Так, развивая эту теорию, что проблема в нейронах, я начал участвовать всевозможные препараты, которые можно применить, да, но так как я не пью никакую фармакологию, то есть я не использую химию никогда в своей жизни, то есть в каких-то критических случаях, когда действительно без этого уже никак, в принципе, я предпочитаю только натуральные продукты, и я нашел такой препарат, он натуральный, абсолютно безвреден, есть определенные побочные эффекты, как у любого натурального продукта могут быть, у любого, даже там у фруктов, это не имеет значения, все решает эта доза, конечно. Так вот, есть такая конкретная отдельная категория препаратов, называется ноотропы. Что такое ноотропы? Это препараты, которые влияют на работу вашего мозга, да, это может быть, например, улучшение памяти, это может быть там улучшение кровообращения, и таким образом это как бы повышает вашу производительность и влияет напрямую на ваши процессы жизнедеятельности. И вот такие препараты, ноотропы, они реально работают, они есть как натуральные, так и ненатуральные. Я использую натуральный препарат. Друзья, я думаю, вы догадываетесь, что это абсолютно никакая не реклама, просто я нашел препарат, который реально работает, и который действительно может улучшить вашу, во-первых, работу мозга, а во-вторых, улучшить ваше обоняние. Это мемостим. Вот, как видите, я не одну коробочку уже выпил этого препарата, и это даже не все, которые я уже выпил, да, за месяца-полтора, наверное, экспериментирую. Так вот, этот препарат содержит всего два компонента. Первый компонент – это экстракт Бакопа Манье, а второй компонент – это экстракт Гинго Белоба. Первый компонент – это экстракт Бакопа Манье. Этот компонент является ноотропом натурального действия, то есть ноотропы бывают натурального действия, и они доказаны, доказаны учеными, что они имеют эффективное воздействие на ваш мозг. То есть этот препарат, который способен напрямую влиять на эффективность работы вашего мозга. Конкретно этот экстракт, он способен улучшать нейрогенез в вашем организме, улучшать нейротрансмиссию, то есть это нервную проводимость, это работу, в принципе, нервной системы мозга, да, то есть самих нейронов. Способствует восстановлению нейронов, способствует возникновению новых нейронных связей. То есть это то, что нужно для вашего мозга, он помогает ему реально развиваться. Допустим, если это были какие-то повреждения, вызванные теми или иными причинами, то как раз этот экстракт способен восстановить эти проблемы. И, друзья, это то, что нам и нужно. Он улучшает работу памяти, восприятие какой-то новой информации, то есть вы лучше обучаетесь, ваш мозг реально лучше работает. Восприятие новой информации и память – это ключевые факторы, которые нужны, например, людям, которые стареют, допустим, и чтобы поддержать эти процессы, как раз и нужны такие препараты. Но применять их нужно осторожно и аккуратно, я расскажу дальше об особенностях. Второй компонент – это экстракт гинго-белоба. Этот очень тоже интересный компонент, который, я думаю, вы уже слышали 100% где-нибудь, да. То есть здесь работа больше основана на его способности улучшать степень кровоснабжения мозга. То есть он способствует тому, чтобы кровь получала необходимый кислород, чтобы мозг получал кислород, а мозгу очень нужен кислород, друзья. Это вы не представляете, насколько он зависим от кислорода. И от кислорода и от глюкозы, кстати. И вот мозг, получая это нужное кровоснабжение, так же само улучшает свою работу. То есть это как эффект синергии с первым экстрактом. Они друг друга очень хорошо дополняют. Так же само способствует улучшению памяти, улучшению работы зрения, улучшению слуха. Способствует улучшению работы вестибулярного аппарата. И так же само показано людям, которые старшего поколения, чтобы сохранить свои какие-то определенные качества жизни. Например, работу мозга, памяти, способность восприятия информации. Так как от этого, в принципе, и зависит наша жизнь. Если у вас мозг хорошо работает, если вы хорошо запоминаетесь, если вы способны чему-то учиться новому, значит вы еще молоды. Поэтому этот препарат как раз очень подходит этой категории населения. Как выглядят эти капсулы, вот такого вот они вида, по одной, по две штуки в день их нужно применять. Я применяю по две штуки в день. И так применял целый месяц, по две штуки в день. Дальше я перешел на одну штучку в день с едой. Каждый раз вы применяете по одной, допустим, если два раза в день, то с едой, во время еды. Друзья, имейте в виду, что этот препарат натуральный, но он может все-таки делать, допустим, какие-то неблагоприятные воздействия на вас, если вы не будете соблюдать эти дозы. Я очень рекомендую вам, возможно, даже сходить к врачу. Это будет очень разумное с вашей стороны действие. Пойти к врачу и проконсультироваться с ним. Так как это, вы понимаете, что это не реклама. Я просто хочу поделиться с вами этим препаратом. Я ничего не зарабатываю на этом, ни на этом видео, ни на этом канале. Я в первую очередь айтишник. Этот канал – мое хобби. Но я хочу поделиться с вами тем, что реально сработало на мне. И абсолютно нормально взять, допустим, этот препарат, запишите себе где-нибудь его, пойдите к своему врачу лечащему, спросите, вот, узнал о таком препарате, узнал там, да, и проконсультируйтесь, да. То есть, возможно, у вас есть какие-то особые противопоказания к этому препарату. Возможно, у вас есть какие-то вещества, которые вы не воспринимаете, аллергия, там, еще что-нибудь. То есть, с умом подходите даже к натуральным продуктам. Нельзя просто брать и бесконтрольно их применять, да. То есть, нормально будет пройти и проконсультироваться со своим врачом. Друзья, этот препарат может, например, разжижать вашу кровь, да. Если у вас есть какие-то с этим проблемы, да, допустим, у вас и так уже слишком жидкая кровь, да, возможно, вы на каких-то препаратах сидите, которые разжижают вашу кровь, то вам нужно обратить внимание на этот момент, потому что это может быть довольно опасно. Если у вас есть какие-то риски, например, в внутреннем кровотечении, да, то тогда ваш препарат этот нужно или, возможно, не применять, а поискать альтернативу какой-нибудь. Или очень маленькими дозами и чуть больше лучше растянуть, да, свое лечение этим препаратом. Друзья, наотропы вообще это очень интересная категория препаратов, да, которые способствуют улучшению работы вашего мозга, улучшению вашей продуктивности, эффективности, повышают концентрацию, способность запоминать информацию, способность обучаться. А сейчас это все очень важно в нашем современном мире быть таким, да. На себе я хочу сказать конкретно мой отзыв от этого препарата. Друзья, я айтишник. Я постоянно работаю головой, постоянно довольно на высоком уровне концентрации приходится находиться, да, потому что нужно там какое-то разрабатывать приложение или сайт там, да, или что-то решать, какие-то проблемы с кодом, нужно постоянно фокусироваться, концентрироваться. Я очень хорошо ощутил на себе действие этого препарата. Друзья, реально работает. То есть реально повышает память. То есть то, что я в голове мог вычислять вот в процессе этого месяца, когда использовал, то есть раньше я, по-моему, не мог так прям хорошо считать в голове такие вещи, какие-то продумывать какие-то там пути, да, строить какие-то схемы у себя в голове. Не такие сложные, как без этого препарата. То есть я реально это ощутил на себе. И подобные препараты могут работать очень эффективно. И если вам эта тема интересна, пожалуйста, дайте мне как-то знать в комментарии. Я все равно буду изучать эту тему дальше. И я знаю другие препараты, хорошо работающие на мозге, да, которые вы могли бы использовать. Я могу поделиться этой информацией, дайте мне знать под этим видео. Еще я сейчас, возможно, вы по мне заметите, да, я сейчас не в самом каком-то бодром виде, но я буквально на прошлой неделе сделал вторую дозу вакцин, получил. И если вам интересна также эта тема, потому что у меня, например, была температура 38 после этого. Если вам интересно, как я выбирал, какую именно вакцину, да, как я вообще к этому подходил, почему я решил вакцинироваться, если вы знаете, предыдущие мои видео смотрели, я в принципе не делал этого никогда раньше, например, там с гриппом, да. Почему я решил так делать и какую я выбрал именно вакцину. То есть если вам эта тема интересна, то также напишите мне комментарий, потому что если такого комментария не будет, я не буду снимать на эту тему никакого видео, не буду ни с кем этим делиться. Потому что я взял такую политику не рассказывать об этом у себя на канале больше ничего. То есть если прям будет интересно, тогда я расскажу. Если нет, ну тогда, тогда нет. Вот. Друзья, я надеюсь, вам была полезна эта информация. Я поделился тем, что реально работает. Если вы попробуете этот способ, да, то, пожалуйста, ставьте какой-то комментарий под этим видео, что вам помогло. Что это сработало. Дайте другим людям понять, что это работает реально. Что это видео не просто я записал ради каких-то там просмотров. То есть дайте другим людям тоже тогда какой-то фидбэк, да. Они почитают комментарии, подумают, бля, действительно это работает, нужно попробовать. Тем самым мы вместе будем как бы решать, да, эту проблему. Так же самое, если у вас есть какие-то знакомые, то расскажите им, пожалуйста, об этом, что вот есть такое видео, что есть такой препарат. Можете не показывать даже это видео, это не обязательно. Там шарить где-то в сетях, не обязательно. Просто расскажите об этом препарате, поделитесь с кем-то, просто вот будьте людьми, которые делятся информацией, не держите в себе это все. Потому что таким образом вы реально кому-то еще можете помочь. Так как вот я хочу, да, рассказать об этом с вами, вот поделиться этой информацией в этом видео. Друзья, на этом все. Я планирую возвращение на YouTube канал на свой, развивать его и дальше. У меня огромное количество идей, которые я хочу записать в видео, да, и поделиться с вами полезной информацией. Очень много идей, и в ближайшее время будет много видео на эту тему. И канал будет развиваться и дальше. Всем спасибо, что вы со мной. Я желаю вам всем здоровья, и спасибо, что посмотрели. Удачи! Первый компонент это экстракт Бакопа-Манье. Второй компонент это экстракт Гинго-Гинго-Тайюр. Первый компонент это экстракт Бакопа-Манье.